Всем доброго, прекрасного дня! В эфире Кристина Хромойкина и, собственно, долгожданные рецепты десерта. Сегодня мы будем с вами печь шоколадный торт без единого грамма муки, не будет даже ореховой муки. Очень простой, очень вкусный. Я уже пробовала, тестировала, нам всем понравилось. Дети слопали, все взрослые, кто в гости приходил, были в восторге. На самом деле, действительно легкий рецепт. Значит, что нам сейчас понадобится? Не так уж много у нас всего есть, хотя, наверное, ну и учитывая, что все ингредиенты необычные, сейчас я перечислю, у нас, значит, будет сметана. Я беру 25-30%, чем жирнее, тем лучше. Яйца, самые обычные, куриные. Какао. У меня вот такой самый обычный какао-порошок, золотой ярлык. Сахарозаменитель, у меня эритрит. Крем-чиз, сырочек. Мягкий творог. Кстати, творог не приготовила, сейчас я его достану. Творог у меня вот такой вкуснотеевый. Я очень люблю его, кстати, я сейчас поднимаю белок и ем его просто в чистом виде, чуть-чуть посаливая, без сметаны, без всего. Ванилин. Все. Собственно, на мой взгляд, это максимально простой рецепт. Сейчас мы с вами будем на плите немножечко растапливать пару ингредиентов. Значит, включаю плиту. У меня индукция нагревается очень быстро. Включаю я на максимум пока, чтобы подогрелась, и возьму ложечку. Заранее не подготовилась, а так все будет зрительно, что приходят такие активные движения делать по кухне. Значит, у нас уйдет сейчас сметана сахзан и какао в посуде с толстым дном. И на медленном огне будем постоянно помешивать. И, собственно, просто, чтобы у нас получилась такая хорошая, классная шоколадная жидкость. В сметану у нас должно быть, я буду все ингредиенты говорить, сколько грамм, и обязательно под постом, точнее, под видео это выложить. Значит, нам нужно 300 грамм. Сколько у моей банки грамм? Не изучила заранее, а сейчас скажу, сколько здесь грамм. Я не знаю. 300. Ровно 300. Значит, добавляем 300. У детей по этому поводу есть шутки. Значит, 300. Так, сметанка. Так, чуть-чуть сразу снижаю градус. Хоп. Прости, чтобы коменты написали. Да, можете написать коменты к слову 300. Мы же с вами все культурные люди. Так, сахарозаменитель и какао. Сахарозаменителя на вкус. Плюс какао понадобится 35 грамм. Я тоже, честно, делаю все на глаз. Есть 35 грамм? Да, есть. И сахарозаменитель. Сахарозаменитель тоже на вкус. И ретрите, если честно, не очень сладкий сахар, поэтому его можете не бояться добавлять. И я немножко отредактирую рецепт. Я уже его делала. Чуть-чуть добавлю кофе. И будет такой шоколадно-кофейный десерт. Я просто все люблю, что связано с кофе. Просто самые обычные растворимые у меня нет другого. Мне кажется, придаст необычный вкус. Так. Сейчас возьму лопаточку. Вот такую. Так, так, так. Оп, оп, сейчас сработает моя плита по-нормальному. Лучше? Лучше. Еще больше? А? Еще больше уже есть. Нет. Так. Виталь, может, поближе покажу именно непосредственно, как это внутри кастрюльки. У меня просто огромная кастрюля. Вообще-то маленькая по сути делается. Сметана, сакзам, какао и чуть-чуть кофе. А, вот это именно плита. Красиво. И уже вкусно пахнет. Уже пахнет десертом. Я бы еще чуть-чуть какао, честно говоря, добавила. Как будто не хватает цвета. Вообще-то, на самом деле, вот можно просто десерт детям такой делать. Получать сметану, сахарозменитель и какао. Он чуть-чуть подостынет. Это будет прекрасный шоколадный десерт. Вообще, никакого сахара, 0 граммов углеводов. И дети прекрасно... Ну, не 0 граммов углеводов. Это, конечно, так тышкануло. В какао есть углевод, но немного. Это реально получится классная шоколадка. Запах потрясающий, на самом деле. Так, я бы еще какао добавила. Мне все равно не хватает цвета. Хоп, отлично. Нет, цвета нет, вкусно. Ты так считаешь? Да. Вот, вот как будто сейчас то, что я хочу видеть. Конечно, когда подостынет чуть темнее, кажется, но все же, запах потрясающий, правда. И надо довести до такого состояния, чтобы бульканье здесь началось. Мы все размешали. Давайте я чуть-чуть побольше огонек сделаю. Это прям чуть-чуть забулькать-забулькать, и это можно все оставлять. У нас в основном все уйдет на корж. А маленькая часть останется, как бы, в виде шоколадной намазки на последнюю часть коржа, на верхнюю, когда мы начнем украшать. Смотрите, какая красота. Бульк-бульк-бульк-бульк-бульк. Должна быть карамель, типа карамелизация. А, он уже подостынет, конечно, а как же. Чувствуешь? Хочешь, а тебе нельзя. Да. Запах потрясающий. Чуть-чуть снижаю жару, не чуть-чуть, а наполовину. Угу. Все. Собственно, тут у нас все готово. Все максимально быстро и вкусно. Так, что мы делаем дальше? Значит, небольшое количество, как я говорила, да. Так, чуть-чуть я отложу для верхнего слоя. Тоже пишите, что вы думаете, и положу в холодильник, в морозильник, потому что десерт достаточно быстрый. Пусть там и стоит. Это, кстати, я пока тут покажу, как она затвердевает и выглядит очень вкусно. Так, значит, так-так-так-так-так-так. Угу. 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 Ну, по идее, мне нужен желток. Хоп. Раньше, когда смотрела детство, когда этим занимаются, думаю, что они занимаются? Какой-то непонятной хренотенью. Теперь сама занимаюсь этой же хренотенью. Уп. Главное, чтобы не превратиться в Юлию Высоцкую. Ты видел, как она готовит? Она как-то что-то принимает, когда готовит. Она ест свою еду. А? Она просто ест свою еду. Просто. Кухня вся усранная. Все у нее-то горит. Пыхтит. Шесть яичек у нас. Белок мы, конечно же, не выкидываем. Мы с утра приготовим яичницу. Добавим туда желтки, цельные несколько яиц и доедим. Вообще ничего никогда не выкидывается. А? Ага. Белки. Помнишь, мы с тобой тоже раньше покупали белки в банках? Ку-ку вообще. Жира все боялись, калории все считали. Ну, а что делать? Так, значит, мы сейчас должны. Белки взбить до крепких пиков или пиков. Ну, значит, вы это слово знаете, да? Как его правильно произносить? Бегой. Господи, у нас сегодня какой-то юмор. Как будто мы из Тольятти. Так, сейчас. Ой, нормально вообще в другую сторону кручу? Простите меня, я немножко беременна. У меня, если честно, мне немножко из Тольятти. Меня в последнее время подошибает мозг. Чуток. Разные блендеры в доме, и... Блин, теперь его достать надо. Ну, ладно. Извините. Застряло, прошу прощения. Блендер застрял? Ну, часть блендера осталась в блендере. Так, значит, мы 80 грамм отложили для покрытия торта сверху. Остальную массу смешать с желтками. Добавить взбитые белки. Так, остальную массу смешать с желтками. Добавить взбитые белки. Аккуратно перемешать. То есть, белки мне все равно нужны будут? Возвращай обратно. Отложить 80 грамм шоколадной массы. Отложил для покрытия торта. Остальную массу смешать с желтками. Добавить взбитые белки. Аккуратно перемешать. Белки взбить до пиков, а не желтки надо было. Что, обратно? Остальную массу смешать с желтками. Добавить взбитые белки. То есть, его взбивать не надо было. Я думаю, почему пиков нет у моих желтков. Нету пиков и получается. Вот это да. Вот это у меня кукушка слетела. Но вы знаете, извините, простите, так бывает. Я женщина. А что все, женщина? Можно быть тупыми иногда. Так, ладно. Добавили шоколадную массу. Вот это да. Так, желточки выливаем. Взбитые. Взбитые желтки. Кто-нибудь взбивал желтки? Ладно, пошла взбивать белки. Взбитые. Только теперь надо выпрутить часть блендера, которая там застряла. Каким-нибудь макаром. Ладно, сделаем вот так. Я вообще женщина гениальна. У меня все, что не идет ко мне, я сама приду. Вот, это теперь похоже, что здесь появились пеки. Ну-ка. Честно, я сегодня даже не пила. Ой. Красота. И все это перемешиваем с шоколадной массой. Выглядит, кстати, тоже очень вкусно и красиво. Да? Знаете, что самое удивительное? Что сложно поверить в то, что это станет тестом и запечется. Я тоже первый раз не верила, но оно запеклось. У нас тоже желтки взбивали? Не помню. Честно говоря, я сейчас офигела сама от себя, от того, как я тупанула. Так, давайте еще раз. Поехали. Значит, сметану, сазам и какао соединить в посуде с толстым дном. На медленном огне постоянно помешать и варить. Это мы сделали. Перелить в миску, отстудить. Надо было остудить. Но мы не остудили. Так, отделить белки от желтков. Белки взбить до крепких пиков. Мы это сделали. 80 грамм шоколадной массы отложить. Мы это сделали. Остальную массу смешать желтками. Добавить взбитые белки. Аккуратно перемешать. Это мы все сделали правильно. И сейчас мы переливаем все это в форму. И на 35-40 минут отправляем в духовку на 180 минут. Это я сама себе рецепт записывала, если что. И сама теперь в нем путаюсь. Так, все. Значит, мне нужна сейчас форма. Я беру вот такую. Это на самом деле может и в противень сделать. Сейчас попробую. Потому что мне нужен такой тонкий лист. В прошлый раз как будто толстоватый получился. Я сейчас попробую. А ты толстый плохой, родной? Нет, толстый не плохой, но у меня не получилось 4 коржика, а получилось 3. Толстые вообще хорошие. Я всегда в любом случае смазываю маслом. Да, для того, чтобы на всякий случай. Так. Тем более китозный полезный масло или нет? Конечно, и нужно. Не пугал китозника жиры, да? Точно. Все. И, собственно, всю ту красоту вливаешь. Да, я говорю, я когда это делала, я думала, вот реально из этого может получиться тесто. Какое тесто может получиться из воды? Но оно получилось. То есть яйца и какао, как мука получаются. Я тоже не верю. Ты тоже не веришь? Ну, ты даже ел этот торт. Вот в чем дело. А серьезно? Да, шоколадный. Да. Согласись, было вкусно? Вкусно. Вот. Надеюсь, в этот раз тоже будет вкусно. Надеюсь, в этот раз вообще получится. И все. На 40 минут, сечку 180 градусов отправляем в духовой шкаф. У меня уже духовка разогрета. У меня уже духовка разогрета. И таймер ставим. Вот у нас 40 минуточек. В целом, все максимально легко и просто. Так, ну что, дальше мы должны приготовить с вами непосредственно крем, по которому все это будем намазывать. Значит, ну, корж мы потом разрежем на 4 равные части и смажем кремом. Значит, в крем у нас входит крем-чиз, мягкий творог, сахарозаменитель, ванилин. Хотите немножечко кофе или какао добавьте. Значит, соответственно, это все нужно будет тоже взбивать блендером. Я, наверное, в большом блейдере сделаю это блюдо. Маленький убираем. Потом как-нибудь его открутим в следующий раз. Ой, с него все полилось. Я такой, что я обосрала Юлю Высоцкую 5 минут назад, она мне отомстила. Я засрала всю кухню просто, пока яйца взбивала. Еще и не то. Так, Юля Высоцкая, простите, пожалуйста, пригласите меня к себе в программу. Так, мы будем просто смотреть. Значит, у нас должно быть 120-150 грамм крем-чиза. У меня в упаковке 200. Практически всю упаковку добавим. А, в упаковке 350, но мы добавим чуть-чуть меньше половинки. Очень вкусный творог, кстати. Так. И сахарозменитель, по-моему, и ванилин, да? Слушай, ты амбассадор облизывания пальцев. Да, какое-то видео написали. Фу, облизывает пальцы культуре. Вообще не учили. Все пальцы облизывают, когда готовят. Тем более дома. Мне кажется, что Высоцкая их облизывает. Не, она... Хватит. Нас сзади не посадят? Нет. Сахарозаменитель, ванилин добавили. И я добавлю чуть-чуть кофе, потому что я решила, что у меня будет немножечко шоколадно-кофейный. Торт-пирог. Так. Где моя крыжулька? Да, да. А что нет? Давай посмотрим, что будет. Так. На этом островке единственного не хватает. Розетки. Когда же была. Когда-то была, а потом исчезла. Ну. Да это что? Работай. Сейчас. Это проклятие Высоцкое. Смотри, как красиво, да? Хватит, говорит. Я бы еще взбила чуть-чуть. Добавлю чуть-чуть водички. Вот с творогом на самом деле всегда получается. Интересно. О, знаете, что я сделаю, ребята? У меня тут есть немножечко, видите? эксперимент прям на месте. Чуть-чуть воды и туда чуть-чуть кофе, да? Я думаю, это отличное решение. Высоцкое поступило бы так же. О, получится прекрасно. Запах уже приятный. Так. Так. Продолжение следует... Вроде хорошо. Все это аккуратненько сюда выложим. Сейчас ложечку большую найду. И это ждет нас для смазки коржиков. Так, все, тут готово. Ждем, когда у нас приготовится коржик. Разрежем, украсим, покажем. Так, ну что. Коржик наш приготовился и остудился. Так как я снимаю рецепт, мне нужно было остудить быстро. Я его вот так вот в бумагу завернула на две части. Отправила в морозилку на 10 минут. Сейчас, извиняюсь, включу. На 10 минут и он у меня остуженный классный. Коржики выглядят вот так. Сложно поверить, что реально просто какао-яйцом получаются коржики. Вот такие тоненькие. Классные. Они должны быть тонкие, чтобы хорошо пропитались. Значит, их получается из такого количества четыре. Собственно, берем один. Намазка у нас та, которую мы с вами делали. Надеюсь, мне хватит ее. Как-то мне как будто чуть не рассчитала. Ну, нихуя. Торт с чесноком? Типа чесноком ничего не испортишь? Так. Чтобы было копченый торт сделать. Так. Опять же, клубника, голубика, все приветствуется. Можно клубнику тонко-тонко слайсами нарезать, между каждым слоем проложить. Можно клубнику взбить как начинку. Отдельно сахар-разменителем. Мы вот так вот делаем творог, потом клубничкой все это смазать. Или малинкой. То есть тут уже все зависит от вашей фантазии. Я, главное, вам даю, собственно, наводку, а вы сами думаете, что с этим делать. Следующий слойчик. Как раз я вам даю наводку, это очень забавно звучит. Ну, извините, да. Что-то у нас все странные фразы, да. Так. И коржик можно спокойно выпекать не 40 минут, а 35. Он чуть-чуть на 40 минут, чуть-чуть подсохшим получился. Он пропитается, будет все супер. Но 35 будет достаточно. Потому что выглядит красиво. И на вкус. Помнишь, мы ели с тобой уже, это очень вкусно. Боковушки промазать. Самые боковушки потом можно отрезать, если хотите, какую-то форму создать. Так. Ой. Третий кусок. Клубника, кстати, мне кажется, была бы здесь тема. Или какое-нибудь малиновое варенье. Ну, когда вы сами берете малину, сахар из министера в блендере смазываете и один из слоев, допустим, или два из слоев промазываете. Может быть, очень классно, мне кажется. Классная идея, в следующий раз попробую так. Я тут снимаю этот рецепт, и у меня в процессе снимания, я говорю, в процессе снятия приходят какие-то новые кулинарные идеи. Вообще, это доказывает то, что когда человек что-то делает, чем-то занимается, трудно благораживает человека. Потому что появляются новые идеи в процессе работы. Это интересно. Оп. Так. И последний слой у нас будет смазан шоколадом, собственно, который мы с вами готовили. Прям кашалат, кашалат. Вот поверх шоколада голубичку накидать, клубничку порезать мелко, самое то. У меня сегодня без ягод, но можно, я до этого делала с ягодами, получается очень красиво. Мы можем делать вот так. Можем оставить снизу белый слой. Можем смазать вот так вот по бокам. Потом в разрезе будет красота. Там будет сверху шоколад, А снизу, внутри, белая творожная начинка. На самом деле, это прекрасный, очень вкусный десерт. Потихонечку, когда вы переводите своих детей с высокоуглеводного питания на низкоуглеводное питание, на кето питание, такие десерты в первое время пригодятся. Потихонечку вы от них уйдете, у ваших детей не будет надобности к этому, как и у взрослых. На первоначальном этапе себя на кето, помню, всегда хочется себя чем-нибудь побаловать. Ну вот, это прекрасный вариант себя побаловать, на самом деле. Углеводов в таком десерте совершенно немного, но на кусочек будет 4-5 грамм. Совершенная ерунда. Так, сейчас возьму салфеточку. Ну, я готовлю дома, понятно, да, что сильно не заморачиваюсь, можно было бы заморачиваться ягодами, украшением, какой-то определенной посудой. Пожалуйста, на вкус и цвет, если вам нравится, у вас есть на это время. Можно всегда заморочиться, правда. Да, тортик мы оставляем на 1-2 часа в холодильник, но я в прошлый раз готовила к вечеру, поставила в холодильник на всю ночь, и мы после основного приема пищи поели по кусочку, и торт был невероятно пропитанным. То есть классно его приготовить вечером, а утром там или в обед, когда вы первый раз садитесь кушать, нарезать по кусочкам, получается реально очень красиво. Внутри такой красивый, шикарный разрез. В прошлый раз я каждый слой прокладывала клубничкой, это было круто, дети с огромным удовольствием поели. Гости приходили, я угостила, и все были в большом восторге от такого вкусного, классного и достаточно простого рецепта, где очень немного ингредиентов. Общее время приготовления чуть больше часа, ну и плюс отстояться должен в холодильнике. Всем приятного аппетита! Если приготовите такой тортик, то пишите, как вам, как у вас получилось, и какие у вас есть вопросы, под видео будет точное описание рецепта. Всем пока-пока! С вами была Кристина Хромойкина.